Восемнадцать лет был призван в армию. Меня обучили на пулеметчика и направили в 52-ю кавалерийскую дивизию пулеметчиком. Ну, страх, наверное, чисто человеческий, когда угроза жизни – это и страх. Потому что, когда говорят, что не боялись на войне – это все брехня. Все на войне боялись. Особенно бомбежки из пикирующих. Юн Крис-87 немцы были, бомбардировщиков. Они пикируют прямо на тебя и как бы выстреливают даже этими бомбами. Вот это страх. Потому что шум. Трудно понять что-либо. Наш корпус должен был взять город Дебрецен. Маленькое местечко, ровно как стол местность. Попали одни артиллеристы и два танка без горючего. Патроны, окончились снаряды. Что делать? Вот там мне пришлось в рукопашную атаку пойти. В один раз. В момент боя, ну, если так образом сказать, ты зверь. Ты уже не человек. У тебя звериные чувства, инстинктивные чувства. Ты что-то орешь, что-то бьешь. Куда попало, кого видишь, того бьешь. Когда мы вернулись, отбили атаку и вернулись, мы себя не узнали. У одного полголова белая. У второго вся голова белая. У третьего какая-то прядь белая. То есть практически все посидели после этого боя. А вторая, моя счастье, я участник парада победы 45-го года в расчете 2-го Украинского фронта. Это, пожалуй, самые большие впечатления. Я считаю, что наше поколение лучше нас. Оно умнее нас. И сейчас, если война, не дай бог, случится, а противника у нас хватает, то, конечно, весь наш народ, в том числе и молодежь, встанет на это самое. Может быть, будет меньше патриотизма, но чувство защиты, собственной защиты, защиты своей страны будет. В этом я глубоко уверен. Субтитры создавал DimaTorzok